В набережных Челнах возбудили уголовное дело на мужчину, который из-за мести скинул шестилетнего ребенка с качелей. Хотя изначально речь шла только об административном наказании. Напомню, в программе Челны 24 мы неоднократно рассказывали об инциденте, который произошел летом во дворе дома 58-25. Две девочки катались на балансирующих качелях. Одна из них не удержалась и упала. Ее отец решил, что в этом виновата вторая и отомстил ребенку, силой ударив по качеле. В результате девочка жестко слетела вниз. Сегодня съемочная группа программы Челны 24 встретилась с Антоном Трусовым. Именно его дочери Челнинец решил отомстить. Сегодня Антон Трусов впервые за несколько месяцев пришел на эту детскую площадку. Ранее здесь часто играли его дочери. Но после страшного для его шестилетнего ребенка события, они стараются обходить это место стороной. Хотя это единственная игровая зона для домов 58-го и 59-го комплексов. В тот день, 14 июля, Антон Трусов сидел в 30 метрах от площадки и весь инцидент не видел. Мешали припаркованные автомобили. Когда ко мне дочь подбежала, я сказала, папа, пошли домой. Ну то есть я сказал, ну пошли домой. Мы встали со скамейки, проследовали в ту сторону и только на середине дороги. Младшая дочь сказала, папа, там дядя Алису ударил качелью. Я поворачиваюсь, моя дочь слезы. Я в этот момент замечаю, что у нее на подбородке шишка вырастает. Шестилетний ребенок испытал сильный стресс, из-за чего с девочкой занимался психолог. Сейчас постепенно ее состояние приходит в норму. По словам Антона Трусова, обидчик перед ними даже не извинился. Но месть мужчины маленькой девочки не оставили без внимания в прокуратуре. И хотя изначально ему грозило лишь административное наказание, сейчас действия мужчины пересмотрели. В отношении мужчины, сбросившего ребенка с качелей, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающее ответственность за побои. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Семья Трусова хочет справедливого наказания. Административное – слишком мягкое. А еще глава семейства благодарит всех, кто не остался в стороне. Пользуясь случаями, хочу выразить огромную благодарность свидетелям, которые отозвались, и мужчине, который в первый момент ступился за мою дочь. Спасибо вам большое, уважаемые родители. Как отметил Антон Трусов, после этого случая, к нему за советом начали обращаться многие родители пострадавших в подобных случаях детей. Оказывается, такие ситуации в Челнах – не редкость. Порой взрослые могут нанести побои чужим детям в отместку за своих. Как надеется отец, если обидчик его дочери получит наказание за свой поступок, этот случай станет прецедентом для других родителей в подобной ситуации.